Слава Богу! Я приветствую вас во имя Иисуса. Будьте благословенны! Слова благословенны, будьте благословенны, означает, пусть Бог действует в вашей жизни. Это разрешение Богу действовать в вашей жизни. Аминь. Прежде чем я буду проповедовать, мне на сердце пришло такое сказать каждому верующему, каждому человеку, что наша задача взирать на Бога, смотреть на Него, восхищаться Им. Многие люди говорят, как увидеть Бога? В Библии же написано, никто не видел Бога. Не, ну почему? Петр шел по воде, и он видел Иисуса. И он видел Его. Увидев Его, он вскричал, потому что он не узнал Его. Он думал, что это привидение. Но когда он услышал, что это Иисус, то Петр вышел и пошел по воде. И знаете, что? Волны пытались разделить Петра и Иисуса. И когда ты смотришь на Иисуса, ты смотришь на Него в Писании, в своем уме, ты видишь и представляешь, что Он перед тобою. И Бог тебе может видение показывать. Он может тебе являться. То знай, что кому-то это не нравится. И кто-то будет пытаться разделить тебя с Богом. И задача – это встать между тобой и Богом. Задача преисподней, задача дьявола – появиться среди вас. Появиться в виде какой-то информации, в виде какой-то вещи, в виде какого-то человека или какой-то мысли. И когда перед Петром появилась волна, то, знаете, если я, например, на что-то смотрю, и мне перед лицом что-то поставили, автоматически я настраиваю свой взгляд на то, что появилось передо мною. Моя концентрация уже не на той вещи, а на той, что перед глазами появилось. И когда я начинаю смотреть, я начинаю размышлять. Я начинаю сюда теперь внимание приклеивать. И вот это хочет дьявол. Он хочет перед тобой появиться. Он же не появится с рогами. Он появится в виде какой-то информации или в виде чего-то. Но вы должны понимать, почему это произошло с вами. Задача – вас остановить, чтобы вы не шли по вере. Чтобы вы начали сомневаться. Поэтому смотрите на Христа. Смотрите в Писании. И утверждайте внутри себя Слово Божье. Когда мы смотрим на Слово Божье, мы взираем на Бога. Бог и Слово Его одно и то же. Вначале было Слово. Поэтому, когда перед вами возникает что-то, какая-то проблема, какая-то ситуация сложная, какие-то обстоятельства не в вашу пользу сложены, то знайте, вас разделяют с Иисусом. Сейчас не какая-то идет проблемка в вашей жизни. Вас сейчас пытаются разделить с Богом. И если вы внимательно будете рассматривать проблему, вы можете забыть об Иисусе. Потому что вы будете в этот момент тонуть. Вам не надо смотреть на проблему. Даже если она пришла, продолжайте смотреть на Христа. Продолжайте смотреть на Бога. Продолжайте смотреть на то, что говорит Слово Божье. И вы всегда будете в победе. И Иисус шел. И Иисус шел. И Он не тонул. Потому что Он смотрел на Христа, на Отца своего. Он шел по воде и не тонул. Потому что Он смотрел на своего Отца. Это делало Его сильным. И это сделало Его непобедимым. Вы поверьте, если в трудный день рухнул ваш дом, значит, у вас было неправильное основание. Основание неправильное – это все, что не является Иисусом. И еще я хотел бы сказать. Для некоторых людей, кто спрашивает у Бога и задает вопросы. Боже, 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 что мне делать? Боже. Задает вопросы Богу. Он не знает, что ему делать. Я вам скажу. Сделайте Бога на первом месте в вашей жизни. Сделайте, поставьте Бога на первое место в вашей жизни. Если вы не начнете это делать сегодня, вы это не сделаете никогда. Вы будете это откладывать. Почему? Потому что всегда будут очень срочные, важные, неотложные дела, которые надо исполнить. И Бог поэтому никогда не будет занимать у вас царской позиции в вашем сердце. Вы сами должны сделать Бога первым, номер один в вашей жизни. Он этого не будет делать. Вы в Его графике номер один. Он вас сделал на первом месте, вы в Его сердце. И Он такой же любви ищет от нас. Если мы сделаем Бога на первом месте, послушайте, это будет самое большое благословение. И самые нерешаемые проблемы решаться. И очень легко решаться. Потому что мы теперь уже не эгоистично ищем. А мы уже вместе с Богом живем для Бога, для Его славы. И Бог нам даст все, в чем мы нуждаемся. Итак, тема проповеди будет называться «Сеяние и жатва». Сеяние и жатва – это закон всего живого. Бог создал деревья, Бог создал все. И Он сказал, что там сказано, что траву, сеющую семя. И каждое дерево имеет семя. И поэтому ничего не исчезает с земли. Потому что все продолжает сеяться. Пшеница сеется. Картошка сеется. Все сеется. И именно поэтому мы сегодня питаемся. Мы сегодня живы. Сегодня все сеется. Вы знаете, что Бог – первый сеятель. Он первый сеятель, и Он – показатель лучшего примера. Почему? Иоанна 3,16 написано, что Бог отдал своего единственного Сына. То есть, мы можем это рассмотреть так, что Бог посеял своего единственного Сына. Вы знаете, что Бог такой могущественный, такой великий, такой любящий и такой богатый имел всего лишь одного Сына. Вы думаете, Бог не желал иметь много сыновей и много дочерей? Желал. Но Адам с Евой не захотели этого. Они не захотели, они пошли другим путем. Поэтому Богу пришлось использовать своего единственного Сына. Этот самый главный ресурс Бога – это Его Сын. Это в Нем все Его благоволение. Что Он сделал? Он это посеял. Посеял куда? В нас, в нашу землю. Для чего? Для чего Бог посеял своего единственного Сына? Для чего Он его отдал? Чтобы нас вместе с Ним собрать, как урожай. Вот для чего Бог посеял своего единственного Сына. Чтобы нас пожать. Бытие 8, 22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Сеяние и жатва не прекратятся. Не прекратятся. Сеяние и жатва. Запомни, если ты хочешь от Бога увидеть что-то или что-то получить, тебе нужно в Него посеять. Знаете, как в Библии написано? Иисус, увидев народ, взошел на гору. И приступили к Нему ученики Его. Не народ приступил, а ученики. Народ не захотел сеять. Народ не захотел жертвовать. Народ хотел просто, чтобы Он там, внизу, для них делал чудеса. А Иисус специально пошел на гору, и они не пошли за Ним. Написано, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверший уста свои, поучал их и говорил им, ученикам, не всему народу. Каждый мог для себя решить, я пойду за Иисусом на гору. Иисус, зачем ты пошел на гору? А чтобы отделить. Отделить жаждущих от нежаждущих. Вот для чего иногда Иисус какие-то трудности допускает в нашу жизнь, чтобы проверить наше сердце. Мы действительно Его хотим или нет? Потому что, когда возникают трудности, мы сразу опускаем руки, мы сдаемся. Но Бог, это не что-то дешевое. Послушайте, и мы не дешевые. Написано, что Он нас купил драгоценную кровью Своей. Мы дороже серебра и золота. Его кровь, которая была заплачена, дороже серебра и золота. И Он нас купил Своей кровью. Мы дорогие для Него. Дороги для Него. Поэтому, когда Он платил Своей кровью, Он показывал, что и нам Он достанется дорого. Спасение нам достается бесплатно. Почему? Потому что за спасение заплатил Бог. А мне нужно просто забрать. Принять спасение. Протянуть руки и сказать, Господи, я верю, что Ты умер за меня. И все, Ты спасен. Ничего сложного. Но чтобы познавать Бога, там у нас пойдет напряг. И насколько я сею в Бога, настолько я и буду пожинать оттуда. Знаете, как есть одно местописание? Это Галатам 6 глава. 7 стих. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Видите, как здесь написано? Человек пожнет только то, что посеял. И вот от этого у многих вырастает зависть. Почему у него есть вот это? Почему у него есть вот это? Я тебе объясняю, почему. Он туда посеял. Я могу завидовать спортсменам. Я могу завидовать спортивным людям. И думать, почему. Почему у него такое тело стройное? Почему? Вопрос простой. Он каждый день сеет свое тело. Он тренирует свое тело. Он занимается своим телом. И что? Как результат? У него крепкое, здоровое спортивное тело, которое не болит. Он наслаждается хорошим самочувствием. Почему? Он посеял туда. Сколько бы я не завидовал. Что толку? Начинай делать так же. Начинай сеять. И ты увидишь результат. Не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Вот что ты сеешь. Какие слова ты сеешь. Какие мысли ты сеешь. Такие то ты и будешь пожинать. Сеющий вплоть свою. Восьмой стих. От плоти пожнет тление. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Я вам скажу так. Напрягаться, сеять вплоть не надо. Само сеется. Сама наша плоть умеет сеяться. Вот это мысли, знаете, развлечения. Вот это все, что относится к телу. Все, что относится не к Богу. Все, что не относится к Богу. Я сею туда, отдаю свое внимание. Свои ресурсы. И что потом? Я пожинаю тление. А что такое тление? Тление – это лазер, лежащий в гробу 4 дня. Что такое тление? Это гниль. Представь, в твою жизнь приходит гной. У тебя такие большие глаза. Ты в шоке. Бог, мне столько, много обещал, а в мою жизнь, кроме гноя, кроме тления, ничего не приходит. Бог тебе говорит, ну да, ты же хотел именно этого, ты хотел. Ты именно туда сеял. Ты пожинаешь сейчас тление. Тление – это гниль. Это то, что перегной. Это то, что сгнило. Это то, что разрушено. Писание дальше вдохновляет нас. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Послушайте, минимум, что мы, как верующие, можем сеять – это добро. Неужели трудно сеять добро? Слушайте, зло легче сеять. Сказать что-нибудь в ответ, подумать что-то о человеке, обидеть кого-то. Но давайте делать добро, давайте сеять добро. А я вам скажу так, вы добро, вы будете сеять только то, чем вы богаты. То, чего у вас в изобилии, то и будете сеять. Вы не сможете посеять добро, если у вас нет добра. Но если у вас есть добро, не экономьте. Не будьте скупыми. Сейте. Какое добро может быть в жизни верующего? Это Слово Божье. Слово Божье. Начинайте сеять в жизнь людей. Начинайте в церковь сеять добро. Начинайте в свое окружение сеять добро. В своей молитве, которую вы возносите к Богу, вы же столько можете сказать зла, столько эгоизма. Но вы можете настроить свою молитву по-другому. И она будет очень хорошо отлажена. Вы можете просто благословлять в молитве людей. Даже те люди, которые вам менее всего приятны. Вы можете просто благословлять их и говорить, что Боже, если твое слово говорит, что солнце встает и светит, но неблагодарных и злых. То кто я такой, что буду обвинять их? Пусть твое солнышко согреет всех, даже злых людей. Пусть они почувствуют то тепло. Пусть они уверуют в тебя. Делая добро, да не унываем. Знаете, как много людей говорит, я столько добра сделал, мне никто и спасибо не сказал. Я столько делал, я столько делал. Но тебя Писание вдохновляет, не унывай. Если ты делал, то в свое время пожнешь, если не ослабеешь. А если расстроишься и будешь думать, вот столько, знаешь, как эта Марфа, которая бегала и угощение большое делала. Можешь же сделать угощение, а можно сделать угощение, чтобы впечатлить своим угощением. Чтобы все говорили, какая классная Марфа, как она готовит, какая она превосходная. Можно же по-разному делать, да? И вот Марфа готовила, но у нее не совсем чистые мотивы были. Значит, когда ты готовишь, делаешь, у тебя чистые мотивы, ты ничего не ждешь взамен. А она начала завидовать своей сестре и говорит, учитель, скажи ей, что она просто так сидит? Она ленится. Я тут одна бегаю в мыле, вся такая в салате, знаешь, там в жиру, бегаю тут, накрываю столы, делаю для всех. А Марфа говорит, почему ты так говоришь? Мария сейчас слушает Иисуса, как часто к вам в дом заходит Иисус, как часто Он находится, как часто Бог, Божье присутствие в вашем доме, зачем на суету тратить время? Мы что, не успеем поесть? Да все потом как наляжем, быстренько нарежем и сделаем, пожарим. Нет. Марфа, ее не интересовало Слово Божье. Ее интересовало все другое. Болтовня за едой. В принципе, общение за едой, это тоже хорошо, но когда звучит Слово Божье, и ты пренебрегающий, вот это плохо. Итак, она делала добро и унывала при этом. Она сеяла, вроде бы она делала добро, но причем еще и ворчала. Зачем такое добро надо? Заберите свое добро с собой. Делаешь добро, знай, что Бог по ругаем не бывает. Ты никогда не скажешь, Бог, я все отдал и ничего взамен не получил. Обязательно придет благословение в твою жизнь. Придет. Если делаешь зло, знай, что и зло тоже вернется. Не веришь в бумеранг, в закон бумеранга, ожидаю, он летит к тебе. Итак, сеять добро – это самое малое, что мы можем сделать. Просто взять кого-то благословить. Просто взять с кем-то провести время. Вы знаете, что сегодня люди очень одинокие. Несмотря на то, что у них там соцсети, друзья там, куча всего, они все равно одинокие. Потому что живое общение ничто не заменит. Ничто. Поговорить, чтобы тебя слушали. Послушайте, людям не просто надо выговориться. Людям надо, чтобы их услышали. Чтобы кивали, говорили. Да, 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 я тебя понимаю. Понимаешь? Людям иногда хочется кому-то высказать. Хочется излить. Например, ты встречаешься с подругой. Для чего? Чтобы она пожалела тебя. Она кивала и говорила. Да, да. Да, я понимаю. Да. Держись, чтобы тебя похлопало. Чтобы она тоже тебе рассказала свои проблемы. Вот для чего нужны встречи. Чтобы тебя поняли. Поэтому встреча с кем-то. Просто проведи время. Да тоже посев. Потом, когда ты будешь одинок, с тобой кто-то встретится. Что мы можем сеять? Тема так и называется. Сеяние жатва. Что мы можем сеять? Все мы можем сеять. Все. Не сеять злое, сеять хорошее. Наше время. Наши финансы. Наши ресурсы. Внимание. Все. Все мы можем сеять. Когда я куда-то даю, я знаю. Я сознательно туда даю. Мое время. Мои финансы. Вы знаете, что может быть у нас в Европе немного больше финансов, чем у людей в других странах. И мы можем благословлять. Мы можем помогать. Может быть ты чуть-чуть богаче другого. И у тебя есть излишек маленький. Благослови. Вот для чего жизнь с избытком дана. Написано об Иисусе в Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе, что Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком. Это означает, чтобы у тебя всегда не то, чтобы хватало на то, что тебе надо, а чтобы у тебя было больше, чем тебе надо. Для чего? Для ближнего твоего. Как же ты благословишь ближнего? Если у тебя хватает только на себя, ты не сможешь благословить ближнего. Представляете, если бы у Иисуса хватало бы только на себя. Он бы ходил бы, знаешь, все чудеса только для себя получал бы, а люди бы, у них слюни текли бы, там слепые, хромые. А Иисус сказал бы, ну извините, я бы дал вам, если бы у меня было, а у меня ничего нету. Нет, Иисус был богатый милостью, богатый милостью. Это означает, что Он тебя может миловать. А ты опять залетел, Он тебя еще раз милует, ты опять залетел, Он тебя опять милует, потому что ты просишь и умоляешь Его о милости. А сколько Иисус мог помогать людям? И душевно, и духовно, и финансово, и физически, постоянно. Он сеял в людей. Почему? Это самое главное, куда Он сеял. Это в человека. В человека. Поэтому Он сегодня пожинает. Сколько церквей на земном шаре? Очень много. Откуда они появились? Вы никогда не задумывались? Они появились от сеятеля. Потому что сеятель посеял. Это Бог посеял своего сына. Сегодня эти церкви, вот прямо сейчас у нас идет собрание. Прямо сейчас в Америке идет собрание. Там миллионы людей сейчас идут в дома Божьи и славят Иисуса. Сейчас в России идут собрания, в Украине идут собрания, в Эстонии идут собрания, в Швеции идут собрания. Везде идут, в разных других странах. Даже там, где запрещают Евангелие, запрещают Слово Божие говорить об Иисусе, там идут собрания. И там Его верующие славят. Мы здесь славим в свободе. У нас вообще нету никаких проблем с этим. Но где-то сейчас люди под давлением находятся и в опасности. И там они не перестают славить. Почему? Потому что закон Божьей работает. Впредь, во все дни. Закон сеяния жатвы будет до конца. Поэтому Бог сам не избежал своего закона. Подчинился своему закону. Отдал, посеял Иисуса. Все, он простился с ним. Иисус ушел от него как бы. На землю исполнять призвание. Все. Он больше его не радовал в доме на какое-то время. Зато потом написано, Бог увидит потомство долговечное. Мы дети Божьи только из-за того, что Бог посеял Иисуса. Послушайте, мы никогда не стали бы детьми Божьими. Мы так и были бы грешниками. Всю свою жизнь померли бы грешниками. Из-за того, что мы грешники, под тяжестью грехов своих, скажем, в виде сотен тонн этих грехов, тяжести, мы бы просто летели бы в ад. Нас тянуло бы туда, но не на небо. Только благодаря тому, что Иисус посеял, он пожал. Иисус посеял любовь. Что теперь верующие говорят Богу? Верующие говорят Богу любовь. Слова любви. Почему? Потому что любовь была посеяна. Бог проявил нам внимание, сосредоточился на нас. Теперь мы на нем сосредотачиваем внимание. Мы говорим, Господь, ты смысл нашей жизни. Я хочу больше и больше знать тебя. Я хочу следовать за тобою. Поймите, что Бог во всем оставил нам пример. Вот представь, ты своим посевом, своим даянием или временем, что ты посеял, ты сделал в небе иголкой маленькую дырочку. И за год только одна капля набирается. И на тебя падает одна капля. И ты такой, слава тебе, Господь, как ты велик. О, ты всемогущий Бог. О, ты меня так благословил. Бог говорит, я не понимаю тебя. Я тебя не могу понять. Дыряв скорей. Не я регулирую твои благословения. А ты своим посевом, своей жертвой дыряв в небо. И на тебя будут литься кто-то просто выстрелом. Дыряв, как дал дырка над тобой. Все хлынуло на тебя, когда был потоп на земле. Помните, что в течение сорока дней и сорока ночей лилась вода. Почему? Открылись все окна небесные. И вода лилась на землю. Еще и снизу тоже. Лилась и лилась и лилась и лилась. Хочешь иметь такие благословения, как у того пастора, как у того брата или у той сестры? Хочешь иметь? Знай. У них бы ни за что не было, если бы они не сеяли. И ты сам просто пойми, что ты ограничиваешь благословения. Поэтому не делай эту ошибку. Продолжай, начинай сеять. И стой в вере до конца. И если не пришло прямо сразу, через пять минут благословения, в сто крат больше, не расстраивайся. Потому что семя должно умереть. А это означает, должно пройти время. А сколько времени? Ну, например, у Давида, между тем, когда его помазали на царство, и он сел на царство, прошло где-то больше десяти лет. Может, четырнадцать лет. И когда он сел на царство, он не полностью всем Израилем управлял. Частью только. Послушайте, время, когда ему надо было бегать, вот и помазан. Все. Но ты не царь. Ты как бегающий песик. Ты помазали? Так тебя помазали или не помазали? Да, помазали. Почему ты бегаешь? Я не знаю. Семя умирает. Семя в земле. Процесс. Не могу я ускорить процесс семени. Это Бог делает. Я посею. Моя задача сеять. И притча Соломон пишет. Отпускай хлеб твой по водам. Ибо по прошествии многих дней Он приплывет к тебе обратно. Финляндия – это страна, которая столько сеяла в другие страны. И когда она начнет нуждаться, Бог позаботится, и придут благословения в ее страну. Другие страны, те, кто сеет, помогают бедным странам, придут благословения. Это закон. И Бог, никто его не скажет. Бог не работает. Работает. Отрегулируй сегодня. С этого момента отрегулируй. Когда ты сеешь, ожидай. Сей туда, где ты желаешь видеть прорыв. Это твоя воля. Но еще есть более серьезный уровень посвящения. Когда тебе Бог скажет. Посей. Знаете, на одном собрании призывали к пожертвованию. И к посеянию. И один товарищ мне рассказывал. Он говорит, у меня ничего не было. Но я так сильно хотел что-то дать Богу. Но у меня не было финансов. Зато у меня было кольцо. От бабушки или от кого, я не знаю. И он говорит, мне Господь прямо проговорил. Вот это кольцо сейчас посей. И он говорит, я не смог. Я просто не смог. Я был на грани, но я не смог. И представьте, бывает такое, что Бог не перестает нас любить. Он нас дальше продолжает любить. Ты заблокировал. Ты закрыл вот эту дырочку в душе. Ты закрыл ее. Потому что Бог от тебя что-то хотел получить, чтобы дать тебе. Это закон. Это не закон Старого Завета или Нового Завета. Это духовный закон, который теперь до конца будет работать. Закон, которому подчиняется сам Бог. Ты подчинился. Не заблокируй, я умоляю тебя. Будь очень благословенным. Благословенным. Это означает, что когда тебе в сердце Бог сказал что-то сделать, тебе надо послушаться и это сделать, зная верою, что ты будешь благословен. Смотрите, Аврааму Бог сказал. Он же благословен. У него миллиарды детей. Сейчас каждый верующий, кто приходит ко Христу, Бог говорит, смотри, это еще одна звездочка, это еще одна песчинка, о которой я тебе говорил. Потому что они так же верят, как ты поверил мне. И ты как для них духовный отец. Посмотри. Ты показал им пример. Ты показал, что ради Бога ты готов послушаться. Пусть вас Господь благословит очень сильно. Давай я сейчас буду молиться.